Порой надо просто замарать свои руки, чтобы они были по локоти хрезии, чтобы сделать какую-то работу. Здравствуйте, меня зовут Святослав, мне 24 года и я занимаюсь скульптурой. В детстве мне нравилось лепить корабли, парусники, это занятие для души. Творческие работы начались немного позже, когда я начал вкладывать какой-то смысл в них, какую-то идею. Мой типичный день это подъем в 7-8 утра, в мастерской где-то часов в 10, ну и начинается работа над скульптурой. Делаю именно свои творческие работы какие-то, которые хочу выставить. Вот это рабочая модель портрета, сама вот эта вот гипсовая голова, она будет из дерева, из липы. Вот эта вот штучка, это змея, сейчас это пока набросок, она будет из алюминия. Вот эта черепуха, это часть работы, леплено оно из пластилина, будет сниматься форма и отливаться в алюминии. Выставка именно нацелена, чтобы у человека возникла какая-то эмоция, какой-то порыв подумать. Вот это вот главное для меня. Вот эта вот работа, которую я делал, ионическая капитель, высеченная из камня, на всю работу ушло порядка месяца. За лепку и формовку этой работы вышло порядка тысячи долларов. Первое, вот чего формируется заработок скульптора, да, если ты умеешь работать с камнем, с металлом, с деревом, там, с другими материалами, там, с эпоксидными смолами, ты найдешь себе работу. Можно заработать за месяц, что, там, грубо говоря, можно купить квартиру, грубо говоря. А можно, после, там, допустим, вот такого крупного заказа, можно не заработать ничего вообще, там, на протяжении месяцев 3-4 или вообще, там, полугода. Вообще, в Советском Союзе была такая же поговорка, что Ленин кормит. Значило то, что вот постоянно, там, за месяц ты должен был выполнить план по, там, бюстам Ленина. И их делались. Если вот делать памятник какой-то, там, исторической личности, то интересно было бы сделать памятник ТДУшу Костюшку. Вот такие таблички – это одна из основных работ, заработков молодых скульпторов. Работа несложная, хотелось бы, конечно, побольше, побольше творческих работ, нежели просто делать вот такие вот таблички. Просто на лицейку. Идем на лицейное производство, будем отливать скульптуру из металла. Будет жаркая работенка немножко. Есть скульптора просто, которые лепят. Ходят там в белых перчатках, грубо говоря, да, там, в пальто, в шарфу, там, и с беретом, да, и разглагольствуют, там, о жизни, там, под вино, там, о центральном каком-нибудь. Есть такие. Порой надо просто замарать свои руки, чтобы они там были по локоти хрезии, чтобы сделать какую-то работу. От начала, от самой задумки скульптуры до конечного результата я стараюсь сделать все сам. Здесь у нас череп, здесь у нас хребет. Надо подождать минут 20-30 и будем доставать. Пока непонятно и неизвестно, что получится. Может, он полностью пролился, может, и не пролился. В этом сложность художественного литья, что нету вот такой вот конкретно четкой системы, там, как лить, там, фигуру, как лить, там, голову. То есть все очень индивидуально, то есть все зависит от самой скульптуры. Отливок получился, полностью пролилось. Давай. Сколько до готового изделия еще надо потратить времени и усилий? Спроси еще полегче. Скульптура, говорю, это тяжелый труд, это пыльный труд, грязный труд и дурнопахнущий. Скульптура очень затратное производство, требует много денег, много усилий. Приходится на стройке иногда поработать. Иногда вот на литейке делаешь какие-то заказы. Из подработок я нашел керамику. Поначалу я к ней относился несерьезно. То есть для меня это был труд довольно простой, незамысловатый. Но когда я начал внедряться вот в саму специфику работы керамики, вот что такое именно быть керамистом, тогда для меня открылся какой-то там новый интересный мир. Потому что, как бы, материал один – глина, но принцип работы разный. То, что я занимаюсь керамикой, это дает мне плюс в скульптуре. И то, что я занимаюсь скульптурой, это дает мне большой плюс керамики. Для творчества надо, на самом деле, не так много. То есть нужен материал, с которого можно что-то делать. Нужно помещение, в котором можно это делать. И просто нужно там энное количество времени, чтобы делать, чтобы творить. Насчет дальнейшего обучения, там, в нашу академию нет. Я бы не пошел. А за границу поступить, ну, да, возможно, было бы интересно. Читаю тексты на английском, то есть я подтягиваю свой английский язык. Стараюсь развиваться как-то там в социальных сетях, там, в Инстаграме, например. Стараюсь показать свой труд людям. Мне нравится, когда ты сделаешь, когда ты выдыхаешься, когда ты в это вкладываешься, когда ты чувствуешь, что ты уставший. По итогу ты видишь результат своего труда, понимаешь, сколько ты вложил, когда тебе этот результат нравится, когда ты уже достиг, когда вот получаешь действительно моральное удовольствие. Приятно становится очень. Поэтому, наверное, и скульптура, потому что требует сил, требует усилий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...